Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир, под номером 1288. Начертите шестиугольник, две стороны которого лежат на одной прямой, а каждая из четырех остальных сторон параллельна какой-либо другой стороне. Итак, как это может быть? Давайте возьмем с вами черновик и карандаш. Итак, две стороны шестиугольника лежат на одной прямой. Одна сторона и вторая сторона. Понятно, что это не соседние стороны. Итак, вот четыре вершины у нас уже есть, а всего у нас должно быть шесть. То есть, должны быть еще где-то две вершины. Если мы возьмем с вами одну вершину произвольным образом, то где может быть вторая вершина? Так, чтобы это был шестиугольник. Ну, допустим, выше. Ну, а теперь соединим. Получаем вот такую фигуру. Такой цветочек. У меня, конечно, кривенько. Вас, надеюсь, более ровно. Но зато мы увидели. Итак, две стороны, о которых говорится, что они лежат на одной прямой, мы видим. Но известно, что две другие стороны этого шестиугольника имеют в себе параллельную. То есть, для этой стороны будет какая-то прямая параллельна. Ну, вот только эта может быть. И для этой стороны будет параллельна эта сторона. Итак, что же нам нужно сделать? Нам нужно сначала построить те две стороны, которые лежат на одной прямой. Это первую и вторую. Затем мы можем поставить между ними точку. И соединить. То есть, мы получим верхнюю часть нашего шестиугольника. А потом, для стороны, давайте я его назову, чтобы было нам легче. А, В, С, Д, Е. Итак, мы с вами построим стороны. Давайте запишем построение. Итак, мы построим с вами стороны А, В. Так, А, В, С, М. Так, А, В, И, М, Д на одной прямой. Далее мы с вами отметим точку С произвольным образом и соединим ее отрезками В, С и С, М. Третья. Мы через точку Д построим прямую, которая будет параллельна отрезку С, В. Д, Е, которая будет параллельна отрезку С, В. И последнее, что нам останется. Через точку А мы построим прямую А, Е, которая будет параллельна отрезку С, М. Ну и в итоге мы должны получить наш с вами шестиугольник. Итак, приступаем. Нарисуем, начертим прямую. Это та самая прямая, на которой будут лежать стороны шестиугольника А, В и М, Д. Отметим эти точки. Итак, будет наш первый отрезочек и второй отрезочек. С помощью линейки соединяем, отметим точки и дадим им название. Это мы построили с вами отрезок А, В и отрезок М, Д. Стороны нашего шестиугольника. Теперь изобразим точку С. Допустим, она лежит где-то здесь. Точка С. Соединим ее с точками В и с точкой М. Все, четыре стороны нашего шестиугольника построены. Теперь берем угольник и строим для отрезка ВС через точку Д параллельную прямую. Итак, вот мы расположили угольник. Одна сторона, которая образует прямой угол, мы расположили ее таким образом, чтобы отрезок ВС лежал на этой стороне угольника, а к другой стороне угольника мы приставим линейку. Фиксируем положение линейки и вдоль линейки мы с вами передвигаем наш угольник до тех пор, пока на той стороне, на которой сейчас лежит отрезок ВС, не будет лежать точка Д. Вот таким образом мы построили с вами луч с вершиной в точке Д, который параллелен отрезку ВС. или стороне шестиугольника ВС. Замечательно. Третий пункт мы с вами выполнили. Ну и теперь мы построим через точку А прямую, которая будет параллельна стороне СМ. Итак, в сторону угольника, образующую прямой угол, располагаем таким образом, чтобы отрезок СМ лежал на этой стороне, а к другой стороне, образующей прямой угол угольника, приставляем линейку. Фиксируем линейку и вдоль линейки передвигаем угольник. Вот таким образом мы с вами расположили наш угольник, чтобы точка А лежала на стороне угла, образующей прямой угол, на той же самой стороне, на которой до этого лежал отрезок СМ. И мы видим, мы сделали дополнительное построение, построили луч через точку А, который параллелен отрезку СМ, потому что и отрезок СМ, и этот луч, они перпендикулярны одной и той же прямой линейке. Все, мы видим, что наши дополнительные прямые пересеклись. Эта точка у нас будет точка Е. И отметим эту точку и соединим ее с точками А и Д. Вот мы с вами и построили наш шестиугольник. Давайте это запишем. Итак, А, В, С, М, Д, Е, шестиугольник. Стороны А, В и М, Д у него лежат на одной прямой. Для стороны В, С есть параллельная, есть сторона Д, Е. Для стороны С, М есть параллельная, есть сторона А, Е. Мы выполнили задание. Давайте запишем. А, В и М, Д лежат на одной прямой. Именно с нее мы с вами начинали. Мы построили сначала прямой, на которой расположили отрезки А, В и М, Д. В, С, М, Д, В, С, М, Д, В, С, М, Д, Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.